телерадиоканал 10 часов и вот чего мы хотели начать 10 часов 4 минуты в москве телерадиоканал страна fm юлия и горова вместе с вами друзья влад кутузов тоже встречает утро четверга вместе с вами и как мы обещали к нам студию пришли боевые машинки супер женский мега-пупер коллектив комбат карс доброе утро доброе утро давайте напомним нашей нашим слушателям телезрителям как каждый из вас зовут здесь сирена санет джерри и мы ждем ее криз сейчас она заблудила кстати не просто так вот сюда вот в прошлый раз мы тоже к вам заблудили а в прошлый раз ты опоздала а вы как-то договаривайтесь кто кто каждый раз у меня к вам есть претензия небольшая я же знаю что надо с претензия абсолютно это чтобы расположить себе гостей надо обязательно что-то высказать у вас же фирменные цвета синий и желтый насколько я знаю нет нет красный желтый желтый все вопрос отпадает все я перепутал что не видите теперь уже теперь уже все желтого сейчас нет да и мы хотим сделать футболочки такие тоже чтобы они были красный желтый черный белый красный желтый черный белый у нас же видите страны но имеется ввиду четырехцветные чтобы каждому свою футболку а что еще свойственно стране комбат карс кроме вот определенных цветов позитив улыбки хорошее настроение даже если мы не выспались драйв энергетика танцы вы сейчас точно не прикалываетесь не обманывайте это вот не маски такие что драйв и мы такие веселые 10 05 нет 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 достаточно посмотреть на нас на сцене мы раздадим у меня мужской вопрос потому что ну вот как то так сложилось что мы прямые мужики привыкли что вот девушки вы спите все время очень много ну нам так кажется вот сколько вам нужно времени для того чтобы вы чувствовали себя адекватно я думаю каждому по-разному мне например 8 часов минимум но это но и такой золотой стандарт да это хорошо если вас при меньше ничего страшного но 8 не больше поэтому ты так хорошо выглядишь ты ощущаем мы почему-то не мало мало сегодня спала во сколько ты проснулась но мы в 6 30 чтобы не опоздать заметьте да а криста я думаю разоспалась а криста нет она наоборот еще наверное в 5 или в 4 утра встает она у нас очень ответственная что встает на 5 утра вышла пешком из дома помогает санет твои циркадные ритмы ну 7 часов вообще я высыпаюсь если вот 8 если больше то я начинаю опухать мы кстати в эфире обсуждали и пришли к выводу что существует две категории людей опухающий утром и не опухающий давайте мы сейчас коллектив комбат карс поделим да на на опухающих не опухающих не опухающих не ну юль там делить нечего все нам все шикарно выглядит о чем ты есть же эти я на самом деле могу спать очень долго и 12 часов и 13 могу спать возьми меня с собой я так не умею я реально очень долго но встать я могу в любое время я встаю очень резко по будильнику и никогда не откладываю то есть если надо я встаю очень спокойно в этом плане я натренирована еще с детства так что не отекающий товарищ да конечно но есть же патчи под глаза там все дела может быть вы патчи мы как-то без меня когда уже нет нет без патчи и вообще жизнь для девушки ни одна девушка без патчи короче мы сейчас за эфиром будем обсуждать эти патчи отеки друзья страна fm доброе утро ну и мы продолжаем гостях у нас сегодня комбат карс доброе утро дело в том что сегодня девчонки будут презентовать свою новую работу песню которая называется сейчас хором все скажите ее название сейчас не все подняли что прозвучало у каждого свой вариант помимо и да и сегодня у нас в эфире же будет горяченький танцевальный ремикс на песню которая называется но сейчас не оплашайте слушайте мне не видно немножечко что происходит у нас вот там за кулисами нашей студии а за кулисами девчонка мы можем прямо сейчас это сделать поскольку мы здесь прямо мы приглашаем торжественным образом присоединиться к нашей беседе доброе утро доброе утро мы тебя ждали я даже не ожидала что в школе сказала извините за опоздаем как радостно девчонки встречает да участница коллектива целует обнимает а сами наверное там сзади я вспомнил вот эти вот штуки так там дверь в лифте застрял она значит она наказана на два дня крис ходят слухи что ты ради нас проснулась в пять утра и сегодня но все равно опоздала но на самом деле я не так часто опаздываю в принципе и ответственно отношусь к этому просто сегодня на самом деле у меня получилось но это не нормально это обычное явление часто бывает но москва пробки большой город на самом деле пробок не было я просто решила прогуляться пешком и зашла не туда заметь я тебя пытался спасти сейчас и зашла на другой конец москвы зашла в гости к подруге мне нет оправданий поэтому ты знаешь мы можем тебя простить мы сейчас с девчонками разговаривались о том что нужно делать для того чтобы прилично выглядеть по утрам разделили коллектив ваш на опухающих и не опухающих кто-то так вот коротко о том чему посвятили 13 минут эфира и девчонки это рассказали кутузову что возможно его проблема в том что он пача по утрам пача не накладывай а только сейчас узнал что есть проблемы вообще до сего пока вас здесь не было проблем у меня не было никакие вдруг внезапно возникли ну вот мы хотим тебя спросить что еще нужно делать по утрам для того чтобы прекрасно выглядеть на самом деле да ну я я мываю с теплой водой и потому что да холодная вода мне кажется наоборот кожу делают суши и ну я люблю делать зарядку по утрам потому что это тело приводит в тонус и плюс можно делать зарядку лица то есть руками фейсбилдинг да и как бы и в тонусе одновременно а я знаете делаю зарядку большого пальца так телефон достаю так инстаграм а вот кстати по утрам еще могу сказать а вот я наоборот мне кажется нужна холодная вода и я еще делаю кубики льда и зеленый чай когда сказать завариваю но в смысле замораживаю это очень классная штука да тоже слушайте вот так вот вас послушать все очень так прямо и правильно и идеальненько и кубики льда зарядочка лед песня а вот у санет вообще как как называют твои штуки гидро гидрогелевые гидроптар ой я сама забыла подождите гидрогелевая маска девочки что это что вы разговариваете почему я не понимаю 90 процентов и так санет ответит кутузову зачем ему нужны гидрогелевые маски да очень скоро да сейчас перерыв у нас небольшой очень хочется перерыва скоро вернемся продолжим добрый утро группа комбо тхарс и песня не рок-стар это ремикс да сколько я понимаю танцевальный ремикс это на это премьера ремикса и премьера клипа на этот ремикс мы вас поздравляем за премьер или только что шикарным образом давайте понимать значит была же песня в оригинале не рок-стар да она вышла вот там баранчо да какое-то время назад там был другой же клип совершил там лирика была вообще ну да 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 вы примерили тоже эту песню у нас здесь на стране fm вот теперь пришли с новой версии рассказывайте кому в голову пришла идея мы как бы вот повторить прежний успех или как это вообще все не то просто сделали ремикс очень классный получился ремикс он получился вообще многие говорят что это как будто не ремикса прям песня новая ну естественно мы сразу захотели что не пропадешь да потому что очень круто и в первом клипе мы не танцевали не стало не хватает танцев мы подумали ладно сделаем один клип без танцев не к тому же было лето как раз вот солнышко захотелось вот кстати по поводу танцев мы сейчас смотрели с юлькой да и мы обратили внимание что ну реально очень клево у вас все вот с хореографии там в этом клипе это факт да что изначально конечно же танцевали смотрите вот по поводу вашей хореографии вы когда-то этому научились однажды и теперь вообще не паритесь потому что вы хорошо танцуете либо вы все время поддерживать свою форму и постоянно репетиции что-то новое и так далее так в процессе как-то второй вариант конечно не постоянно вот это вам кажется что может быть все идеально а для нас знаете сколько там не идеальности да даже вот мой да казалось бы это вот людям кажется слушай так это значит артист сделал все хорошо и на сто процентов есть никому ничего не заметно ну вообще вот я очень придирчивый человек перфекционист я могу вообще придираться бесконечно слушайте девчонки но вывод в эфире нашим коллегам а к войсу и лизе калинина и вечернюю шоу страны фм рассказали что у вас репетиция шесть дней в неделю и буквально вот один выходной воскресенье когда вы идете в бассейн и разбредали бассейн и день мы взяли на вооружение в бассейн уже никто не ходит куда ходят участницы коллектива комбат карс по воскресеньям в кино я кино очень давайте так сейчас чтобы у нас не было вот этой вот каши давайте сирена я кино да рис я на самом деле стараюсь встретиться со своими друзьями но у меня есть такое увлечение я люблю играть компьютерные игры поэтому да я либо играю в компьютерные игры либо рисую либо с друзьями последняя картина твоя с каким сюжетом рисую на стенах последняя картина кстати да я сейчас начала рисовать портреты постепенно просто восстанавливая раньше училась в художественной школе и начала восстанавливать свои знания по портретной такой мечтали рисовать наверное у каждого девчонок ждем все равно следующий раз мы приготовим холст кисти все будет тебя ждать здесь у нас кутузом тоже до сих пор не совместного портрета нас можно в одной картине нас меня рисовать легко понятно и так воскресный день я в стиле сонет воскресный день я на самом деле не особо хожу да может быть сплю либо что-то пишу смотрю фильмы я люблю проводить время сама собой что вы вот это интровертик да то то есть туши это не твое но не то что да нет почему по всякому бывает мне кажется по чуть-чуть от 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 всего вам вот эта доставка китайской еды домой да не ко мне китайской еду это я кому-кому кому-кому все что с азиатами такое джири джири думал мы тебя забудем мне на самом деле ничего нового не скажу я тоже люблю сходить кино посмотреть фильм или дома включить сериальчик отдохнуть просто побыть наедине тоже с собой каком сделать маску полежать в ванне гидрогелем зимой это сноуборчи патчи патчи дали так самое странное дело которым вы занимаетесь дома в одиночестве самое странное было краснеть да и все таки блин юль ну ты серьезно сейчас быть мы будем рассказывать об этом ну чё ты спрашиваешь за что я спрашиваю у тебя про твою самое странное в общем когда мне болит спина я стою на голове я тогда закидываю ноги назад спину тяну не обязательно из этой серии можно из другой совершенно странно а знаете про странности вот буквально на днях такая новость появилась в интернете что в общем российские туристы вывезли полный чемодан еды завтрака из трехзвездочного отеля это в турции были вывезли без этого я просто халатики халатики классные они бывают разные просто есть такие прям классненькие от которых последний я после этого ты просто обязана сказать что я вошла и даже не заметила как он там не оказался расскажи в каком ты был отель давай передать привет не назвать давай давай не называем отель но это реально эксклюзив это признание которое заслуживает аплодисментов сирена и и халаты все вывозят халаты блин ребята успокойтесь слушай ну кто что давайте я я тапки например выводила ну тапки это вообще у меня просто склад тапок дома потому что когда приходят гости сразу тапочки я только халат это вот эти одноразовые которые не я хорошего вожу еще бывают хорошие вот это вот всякие души души для геля геля душа лосьон вот классный там улопситановский где-то а вы знаете кутузов прежде чем вывезти вот лосьон из отеля он идет не лосьон гель для душа было прикольно я подошел консервский спрашивает можно я заберу она гадать и большой там игре не надо да конечно большие знаете о чем еще хотели с вами непременно поговорить потому что ну вы солистки такого коллектива веселого вам как бы по службе не положено хандрить грустить а если настроение ну как бы вы понимаете да zero ноль ваш лайфхаки для наших слушателей телезрителей сейчас серьезно да вот такой сейчас связано 0 настроение 0 или на самом деле вот лично мы вот у меня было много раз такое что что-то происходит в твоей жизни я просто прихожу в зал мы девочкам начинаем репетировать и ты танцуешь и у тебя все до уходят туда и ты думаешь уже совсем о другом и вот ты вот выпустил эту энергию и те даже полегчало то есть действительно людям депрессии или как нет настроения идите занимайтесь спортом танцуйте это действительно помогает чем-то нужно заниматься всегда и загрустили всем но это на самом деле это действительно так потому что танцы и спорт больше всего выводят из такого состояния там же мне кажется повышаются гормоны счастья и даже вот когда у тебя болит голова тебе плохо и когда ты начинаешь какую-то физическую нагрузку делать там не знаю попу покачать ну в общем поджиматься то да я бы хотел здесь подробнее но надо сделать паузу а танцы это вообще люди танцуете дорогой мой влад кузов отныне каждое утро мы будем начинать с чего качать попу прекрасно все скоро продолжим вернемся к вам доброе утро в москве 10 29 доброе утро страна встречаем четверг вместе с коллективом комбат карс давайте сейчас скажите а долго сколько вы времени шли вот к такой синхронности ну реально вот прям за это вам респект все вместе мне все время реально интересно как женские коллективы нужно вот эту всю синхронизацию сделать вы кстати вот насчет синхронизации понятно что работаете репетируете клипа выпускайте приходите на утренние вечерние эфиры вместе а вот например лето отпуск Таиланд море Европа зима Таиланд Турция халаты там вместе все это или не вместе по-разному кстати мы еще не отдыхали не на самом деле нам надо от друг друга отдыхать то мы же практически каждый день вместе проводим на самом деле надо отдыхать не то чтобы мы прям устаем друг от друга ну честно говоря под устаем мы эмоционально много энергии болтаем а ссоритесь конечно ну а что без этого нет мы не дерем друг другу волосы ну конечно мы ссоримся мы все ссорятся не знаю мне кажется в этом нет у нас прям ссор ссор таких нет мы все равно мы даже ссор переживаем всегда а вот эти вот альтернативная группа ха 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 так завтра у крис день рождения да 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 а ваша группа как называется коллектив так долго не просуществует какая но это вообще мне кажется а вот мы спрашивали с кутузова за эфиром у вас насчет вот спайс гелс да например у них там помню как как они как они там не эмма она была блондиночка блондиночка нежная такая ванильная она бэби бэби я знаю все про спайс гелс да реально да я обожаю ну тогда напомни джерри за что у нас джерри огненная огненная а у нас огненная получается сирена да 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 ну нас можно это типа мэлби у нас будет да да санет как бы санет у нас может быть мы а это у нас нет я больше молси молси да мне кажется бэкхэм она вот как то от них все время немножечко мне нравится что она держит уже 20 лет и вот же время вот дженнифер недавно видели на показе versace слушайте нашли же люди которые написали ты там я не знаю какая-то там толстая не толстая критики не будет таких вот кого нужно обсуждать и людям станет скучно жить слава богу что есть такие люди кого можно обсудить вот кстати вот волочкова например да она нася ее нормально нормально разговаривали чё ты начинаешь на днях например да рассказал что подарит своей дочке коня с кукуна мы в эфире с кутузовым об этом говорили вот про подарки кстати да вот волочкова дочери коня дарит самый странный запоминающийся подарок грандиозной и непонятной приятной дорогой дешевой в вашей жизни я не понимаю слова странный потому что мне кажется все что вот вы говорили там что мы дома мы делаем страны для меня вообще нет ничего странного мне кажется не 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 может быть я пишу тебя смотри если тебе подарил кто-нибудь букет цветов да или там что это понятно и тут окраждение тебе приводит коня как необычно вот нет мне кажется таких про что пока не было вот например у свинья вот у моей подружки живет дома вот такой вот вот такой вот кабан он спит с ней вместе она ходит с ним она любит его вот ну вот вот все кстати про домашнее животное у кого кто живет на черный день у меня две кошечки две кошечки у нас кошачьи все остальные без животных да кошечка у меня тоже две животных кошечки мы да кошечки любим кошечки ты загрузили а ты не рассказываешь про своего пса вот я чувствую что что-то джерри скрывает у меня просто недавно умерла кошка да ладно я такую тему 19 лет она жила с нами как ее звали дани дани 19 лет но она прожила шикарную жизнь послушай давайте быстро сейчас кутузов с этой грустной темы переводи нас на я же хочу о музыке я давайте давайте мы у нас же сейчас будет ну вы сможем можно назвать премьерой да конечно премьера это будет лирик видео да песня лед так она называется вот давайте вы прямо сейчас в эфире страны fm ее сами представить это будет просто оптимальный вариант ребят встречайте нашу песню лед это песня мы можем сказать о чем песня о том что когда чувства уже остыли ушли в минус по сердцу бьет лед но у нас скоро выйдет уже не лирик видео клип и там мы покажем что нужно весь этот лед растапливать горячими танцами прекрасно итак друзья комбат карс прямо сейчас на телерадиоканале страна fm песни лед поехали друзья 10 36 москве телерадиоканал страна фм комбат карс прекрасные девушки у нас сегодня в гостях доброе утро еще раз мы вас хотим поздравить с выходом этого лирика поздравляем сейчас аплодисменты вам и желаем скорейшего выхода уже по такому полноценную стоящую мы сами ждем вас ждем слушайте смотрите смотрите что что пишут ваши пиарщики а что они пишут а где у меня это об этом клипе тут какая-то очень странная история прям все там какой-то такой с надрывом такого еще никогда комп от карс не делали да новая новая вообще почему решили записать такую грустненькую песню поплакать осень скоро зима лед кубики льда на глаз да но мы же все равно будет же танцы так что а то есть а какие танцы будут медленные танцы будем растапливать лед о котором мы рассказываем танцы будет очень эмоционально давайте пока будем растапливать на меня инстаграмный лед вот сирена несколько минут назад пожаловалась на некоторых участниц коллектива якобы долго не только участница вообще в принципе люди смотри смотри сирена на станет она показывает на на джерри на джерри больше снится телефоне вообще не вылезает пошли стрелки а там никто а там только с этим а почему мы вас спрашиваем об этом в чем вообще опасность заключается кутузов сейчас расскажет последние исследования то это старый известный фишка якобы это спас депрессию человек вгонять и так далее прочее но это 150 лет просидеть мне кажется больше сидишь тем больше ты в депрессии в депрессии да мы только что выяснили например сколько проводят в инстаграме времени санет 51 минута в день показал твой аккаунт нам это не так много вообще кстати у меня час 18 например да нет дело в другом смотрите не только в инстаграме а вот например собирается компания людей да и вот они все залезли в телефона они с кем-то переписываются а потом они собираются с теми людьми с которыми они переписываются и переписываются с тем с кем они вот сидели и переписывались там это это реально так это просто ужасно и это очень сильно раздражает ну нужно наслаждаться не знаю общением но что-то вообще как-то не находят да не находят слова сирена да поддержки в коллективе такая дать эфирная техника но уже действие я с тобой соглашусь та же штука который еще знаешь когда я когда люди сидят напротив и один да сейчас посмотри я тебе прикольный мемас скинул да да ну в смысле да вы серьезно сейчас говорить об этом давайте мы сейчас тогда уже для полной картинки вспомним времена когда вообще у нас не было телефонов и мобильных и ватсапа кстати кому сколько было лет когда бы первый мобильник появился я не знаю сколько мне было лет я помню что я была в восьмом классе я восьмом тоже черный белый такой nokia были мы счастливы в змейку играли да не самый плохой телефон был потому что не было по я помню изначально моторолла самсунг моторолла у меня была первая не поверите меня была вот та самая nokia который можно было убить но недолго правда железная подожди зато она была вечно и убить был невозможно это точно да у меня тоже такая была кутузов да что сколько лет тебе было слушайте когда у меня все это было вас вообще даже по земле не ходил у меня была такая история у меня у брата был пейджер и он старше меня и мама там как-то он он должен был пойти к бабушке но он не пошел бабушки мама звонит этой женщине который нужно продиктовать сообщение если ты сейчас не поймешь бабушки я тебя убью а женщина говорит мы не можем такое передать это кстати абсолютно правде могу сказать что я застал пейджера такого не передавали вот какие-то угрозы не а вот тогда вообще было строго с этим не передавали не передавали а типа это пейджерским этикетом было запрещено вот девочки говорили поменяйте пожалуйста текст мы вот это написать не можем это же правильно зато как бы конфликт чтобы не было смешно а представляете это было всего каких-то там 20 лет назад а сегодня мы можем зайти в свой телефон и поговорить с любым человеком в любой точке планеты я сейчас вспоминаю вот какие-то времена когда действительно не было этих инстаграмов и это действительно было были счастливые времена мы больше гуляли больше общались а сейчас за себя могу сказать просто захочешь инстаграм и незаметно залип просто там на эти вот слушайте я сегодня утром залипала естественно как думаете в чем инстаграме нашим конечно конечно и что я заметила вот что касается вашего инстаграма я уже вот до эфира обсуждал с девчонками очень мало хайпового контента очень мало подробно вообще не то что мало их нет очень много красивых танцы выступления кусочки песен все у нас есть влоги на ютубе сегодня кстати выйдет вложек наш а так там мы можем узнать чем на самом деле в смысле чем на самом деле все думают что вот мы там на самом сейчас уйдем будем курить мы на самом деле вот такие вот и есть как киносцены такие здесь конечно на сцене мы больше не знаю особо придраться я бы не даже к чему-то можно у нас до придраться к такому потому что в принципе мы достаточно позиции подозреваем ручками работают ругаемся матом иногда ну а что еще там в день рождения сирены вот чуть-чуть чуть-чуть в смысле чуть-чуть мне кажется сейчас появился хороший хороший момент хайпануть мощно мощно но не надо но не надо дженнифер лопес тоже очень приличная жизнь все хорошо ведет здоровый образ жизни я тебе хочу сказать я вчера буквально прочитала на в мучениях жестких на самом деле она утром и я условно она утром съедает какое-то одно яйцо днем съедая там пол помидорины и вечером съедая там кусочек рыбы какой-то и везде не хочу есть не мая умираю я была внимательна к ее рационе утром она пьет сок из какой-то свежевыжатой кино а это не еда вообще ну да это крупа я вообще в принципе мясо так а рыбу да очень редко ем мясом без мяса не кусок стейка да сок мяса главное чтобы был 300 граммов понятно но мы все равно все едим нет нет да и да но не так как сейчас хорошо сказал да нет 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 слушай ну давайте еще раз вылечим я почти вот кстати про таки 1 на диете то сидите нет нет я просто стараюсь правильно питаться есть всякая жареная соленая но мне это даже не откуда ждать него мы не любим скутуза вот это вот я стараюсь правильно питаться нет но макдональдс я ем я правильно питаюсь например но если я чего-то хочу я себе спокойно позволяю но мне это хватает на один раз и все потом опять я могу месяц это не есть и и все равно мы тебе все вот мы завидуем очень сильно мы тоже хотим есть все но не можем да мы тут узнали скутузом про такое понятие как раскачано метаболизм это не про нас в общем это круто да вот почему у нас остается 30 секунд а джерри мне говорит раскачано метаболизм юль да это легко вот именно по этой причине мы готовы поставить не точку а запятую прямо сейчас девчонки вас еще раз со всеми вот этим премьерами 2 но у нас еще раз синхронно с вами были уху влад кудузов юлия егорова давайте сейчас страну и фэм страна миссия выполнена пока до завтра до 7 утра первый и единственный телерадиоканал страна страна фэм страна фэм один на всю страну вот 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 вот